Четверть века назад Екатерининский монастырь, расположенный на территории города Видной, пережил свое второе рождение. Тогда его двери вновь распахнулись для прихожан, а колокольный звон разнес благую весть по всей округе. Путь ко второму рождению был долгим, сложным и тернистым. В советское время здесь располагалась секретная политическая тюрьма, именовавшаяся Сухановкой, и понадобилось немало сил для возрождения святой обители. Для того, чтобы напомнить всем нам об этом чуде в Видновской детской школе искусств, состоялся концерт, посвященный 25-летию возрождения монашеской жизни Екатерининского монастыря. На торжестве царила особая, ни с чем не сравнимая атмосфера духовности и благодати. Зрители, большинство из которых являются прихожанами Екатерининского монастыря, пришли целыми семьями. С приветственным словом выступил епископ Видновский Тихон. В такой радости хочется всех вас приглашать в нашу святую обитель, чтобы вы лучше знали историю, лучше понимали ценность этого монастыря, ибо это наше маленькое Отечество. В программе концерта различные духовные пения хора Екатерининского монастыря под руководством регента Галины Сажиной. Зрители услышали в частности песнопения Великого Поста, Страстной Седмицы, а также из цикла «Детские православные песни», который был исполнен совместно с детьми из хора Видновской школы искусств. Зрительный зал был покорен. Мужской хор вообще великолепен. Дети прекрасно. Вот эта внучка, которая в хоре принимала участие, поет в учиться музыкальной школе, захотелось пойти в храм. Мне очень понравилось, особенно я вижу, что это понравилось моей маленькой дочке Настеньке. Она весь концерт смотрела с большим вниманием и даже не плакала, хотя должна была спать. Я думаю, это подарок городу, его жителям. Чем будет больше таких мероприятий, тем более душевные и тем более грамотные дети у нас будут вырастать. Поделился своими впечатлениями глава городского поселения Видны Моисей Шимаилов, который был свидетелем обретения Екатерининским монастырем второго рождения. Мы свыше 25 лет назад занимались этой историей. Я тогда был только-только назначен замотделом культуры. И мне довелось стоять именно на этих первых шагах, когда передавались эти объекты. Ну и вот сегодня, конечно, я рад. Все в надежных руках. Была бы вера у людей. Это главное. Отрадно, что вера у людей есть, а возрожденный Екатерининский монастырь живет. И каждый из нас может прийти туда и в трудную минуту, и в момент радости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!